Эй, пацан, минуточку внимания. Слышал про Булкин Кейс, магазин охуеванья? Игры по ценам с самым лучшим. Не веришь? Да погоди, погоди, погоди. Послушай. Лучший сайт с прекрасными игрухами. GTA 5 за 249 рублей? Это ли не шутка? Покупай на Булкин Кейс, будешь всегда в плюсе. От таких цен охуевает даже тётя Люся. Различные рандомы, призы и акции. Это всё похоже, бля, на какую-то сенсацию. Скорее забегай на Булкин Кейс. Ништяки скидонные игрухи. Всё это здесь. Здарова-здарова, ребят, с вами Булкин. Добро пожаловать на новенькую серию по Forza Horizon 3. Друзья, я напоминаю, что неделя Forza Horizon продолжается. И, собственно, всем желаю сразу приятного просмотра. Ну и, друзья, прям для души моей согрейте душу. Поставьте лайк, мне будет очень сильно приятно. Я думаю, что вам также приятно, что продолжается неделя Forza Horizon. И, друзья, сегодня мы будем нагибать всех в онлайне. И, знаете, перед этим я предлагаю быстренько, прямо сейчас, построить три тачки. С2, С1 и А-класса. Я думаю, что это был бы... Ну, может быть, А-класса не будем строить. Итак, нам нужны просто охуенно управляющиеся машины, которые будут интересны нам. И вот, в принципе, Акура... На самом деле, мне хочется её попробовать. На самом деле, Акура NSX, она прям такой, знаете, очень... Вот в это... С 17-го года она прям какая-то ебательная... Ебёт всех. Вот, грубо говоря. Поэтому, тем более, она бесплатна. Пожалуй, да. Пожалуй, это как раз-таки тот случай, когда мы нашли машину S2. И давайте её сделаем... Можно её сделать вот такую зелёную яркую пока, что потом ещё перекрасим. Да. Пожалуй, вот этот лаймовый... Лаймовый Акур... Акурёнок будет... Акурёнок будет наш, друзья. В S2, который, я думаю, что, в принципе, с своим полным приводом, с охуенной ускоря... Ускорением, с охуенным... И, в принципе, управление тоже у неё будет отличное. Мы сейчас, естественно, ещё её протюнем. Сейчас прям сделаем такую тачку, которая будет всех крошить. Модификации. Давайте пользовательскую. Значит, хотя, в принципе... Давайте посмотрим, что тут есть автоматическая модернизация. А, ну, в смысле, не автоматическая, а... Загрузить. Блядь. И с четвёртого раза попал туда, куда мне нужно. Так, мне нужно S2. И, в принципе, мы сейчас сами посмотрим, что тут есть. Что есть тут? Поиск на всех выставках. S2. Голиаф. Так, что-нибудь прям помощнее. Это что? Самое возможное... Я думаю, 999 её можно на изи сделать. Нет? Так. 9.1, 8.2, 8.3. Управляемость на NSX Beast. Full power. NSX Beast. Это full power. Интересно. Нам просто нужно, естественно, чтобы было управление тоже. 385 км в час. Так. Управляемость. 8.3. 8.4. 9.0. Скорость. 8.3. Что-то такие названия, на самом деле, мне смущают немножко. Так. А что если... Так. Посмотреть, допустим, по S2. Наивысшая скорость и лучшее управление. Вот. Это прям то, что нам нужно. Ну-ка, что тут подборочка нам подаст. Так. Просто Forza. Best tune. Handle break. Handle break. Чёрт. 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 Что-то популярность меня настораживает, на самом деле, их. Какие-то они... Голиаф вот самые популярные. Не знаю, почему тут. Хотя особо... Ну, как бы, скорость 8.8 всего лишь. 10.9. Top end. Insane grip. Вот. Insane grip. И он, в принципе, популярный. Это Race. Race или Insane grip? Вот это вопрос интересный. Давайте этот полегче. Да. Пожалуй, мы выберем прям-таки Race. Загрузить её с нами. Сколько будет стоить тюнинг? Мне интересно даже знать на Acura NSX, чтобы сделать из неё мощный 110 тысяч. Ну, мы потянем. Мы потянем, друзья. Итак, значит, тачка, которая, по идее, должна будет... Мы сегодня не будем читерить. То есть, в принципе, у меня серия, которая была по онлайне. Я там читерил, дрифтил. Мы сегодня будем именно пытаться именно вот конкретно всех нажахать по времени и так далее. Ну, посмотрим, насколько удачный этот автомобиль. Хорошо. И я даже особо тест-драйв не хочу проводить. Я хочу сразу построить S1. А S1 у нас будет тоже что-то такое. Но не думаю, что задний привод. Если только Aston Martin. Так, в принципе, я вот думал Audi глянуть. R8 может быть. S1, R8. Но она, в принципе, и так. Блин, надо что-то поспокойнее. Надо что-то класса А, чтобы её затюнить. Она была, допустим, эта. S1. Так, что у нас есть ещё такое? Ну, М-ки не хочу всяко. Бугатти. Так, 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 так. А-класса. Давайте мы, знаете, так по фильтру прям поставим А-класс. Потому что я прям хочу, чтобы, ну, именно тюнинг, так скажем, делал из тачки мощь. И так, Феррари нет. Надо что-то уже полноприводное. Ну, кстати, как вариант, миниатюрное что-то. Какую-нибудь купешку или седан сделать прям. Как вариант. Почему именно спорткар это должен быть? Он просто должен быть управляемым. И должен быть быстрым. Но Ешка нет. Именно надо что-то... Ух ты, ёпаный, брод. Какая-то тачка. GTR 34 нет. Porsche, Rolls-Royce. Особо вот тут, смотрите, вариантов-то особо-то у нас и нет. В А-классе. Можно, конечно, Б посмотреть. Ещё. Заодно Хонда. Так, так, так. Чё может быть интересное? Чё можно... Может быть, Аудюху взять ТТС-купе? Ну, я просто не хочу большую машину. Может быть, реально ТТС-купе? Или всё-таки чё-нибудь побольше? Типа, хотя бы полноразмерного купе RS5. Чё у него там по управляемости? 6,9. У него больше управляемости даже. Давайте RS5 построим. Ну, чё, пускай будет у нас VAC в коллекцию. Я, конечно, ну, уже устаревшая это RS5. Ну, пускай она будет. Можно даже в раскраске какой-нибудь, если тут будет что-нибудь симпатичное. Что-нибудь более-менее на стиле. О, камуфляж. Вообще охуенно. Ну, правда, из топовых, но... Пизда-то смотрится. Мне нравится. Очень даже такие цвета хорошие, подобраны. Так. Значит, да, 88 тысяч. Покупаем. И также сейчас найдём лучшую S1 нам нужен. Да, S1. Я думаю, что там есть, в принципе, что-то стоящее. Если машина А-класса, S1, ну, всякое должно быть. Итак, RS5. Сможет ли она всех нагнуть? Ваги рулят, ваги валят. Я, честно, очень люблю ваги. Я думаю, что вы знаете это. Так, значит, нам нужно... Диски же мы не можем, да, ставить? Если мы загрузим... Ну, да. Ну, ладно. Так, значит, нам нужно... Класс S1. Наивысшая скорость. Лучшее управление. Так. Так, так, так. Best S1. Road Trip. 8,6. Нихуя себе. 8,6. Тут управляемость, да, хуже. Rank. HK. S1. Winner. 8,5. 7,5. Прям сбалансировано. Тут есть 8,6. 7,6. S1. 900. Dmoni. Domination. 9,2. 7,3. Блин. Ну, попробуем. Мне кажется, и так, в принципе, 7,3 достаточно. Она самая популярная. Ну, а что-то тяжелая, пиздец. Мне это вообще не нравится. Потому что она 1747 весит. Мне кажется, она полегче. Просто, да, что? Вот grid speed. Вот. Мне кажется, вот это вариант хороший. В принципе, по всем характеристикам. Фух, друзья. Ну что. Прямо сейчас мы отправляемся в наше онлайн-путешествие. Сейчас даже мы на RS5-то успеем выехать. Так, а какой там у нас получается классный? Не знаю, конечно, насколько это будет. Мы, видите, спонтанно построили тачки. И прямо сейчас будем их пробовать сразу. Нагибать всех на них. Это интересное кино. Ой, у нас спойлер какой-то. Так, да. Ну, по управляемости, я могу сказать, все очень даже вполне себе. Ну, хотя, блядь, такое, на самом деле. Что-то... Ну... Ну... На самом деле спорно. Ну, вроде да, но вроде что-то меня смущает. Ладно, подправляемся в сетевое приключение. Я очень надеюсь, что нам именно S1 или S2 найдется. Я специально не буду выбирать фильтр. Так, в принципе, он еборит неплохо. Мне нравится, мне, конечно, спойлер на ней. Губа лишняя. Могли бы оставить так ее. Хорошо по скорости. На скорости она управляется хорошо. Но вот на маленькой она управляется, по-моему, не очень хорошо. Но посмотрим. Так, и что же в итоге нам попадется? S1 или S2, друзья? Стоп, а повреждение... S2! Итак, выход Акуры. Кстати говоря, по управляемости у нас получается... Ламбо-то пиже. Но мы сегодня тестируем именно тачки, которые мы сегодня построили. Конечно, мы, скорее всего, не попадем в начало чемпионата. Но наша задача понять, сможем ли мы вообще в целом в гонках выигрывать. Так, а что по повреждениям? Блядь. Я надеюсь, не симуляция. Я вроде отключил перед тем, как в онлайн идти. Так, Акура. Мы же на ней еще не ездили. Так, ну ее сносят. Ну, в принципе... Блин, пиздатая тачка на самом деле. Очень пиздатая. А что у нас так мало игроков-то? Нет, я что-то не хочу с ними кататься. Они какие-то между собой там катаются. Пускай катаются. Я хочу прям мяско словить. Чтобы игроков-то побольше было. Так. Слушайте. Вот это... Очень хороша она. Она очень хороша. Не знаю, хватит ли нам по мощности. В принципе, мне кажется, должно. Прямо она... Ёпта, она и дрифтит. Легко так прям вообще непринужденно катается. Намного больше мне, чем RS5 она понравилась. О, вот это мне уже нравится. Вот это тут игроков много. И снова S2. Нас даже не попросили сменить тачку. Блин, красотка, да? Вот, честно, мне нравится эта Акура. В принципе, я и первая NSX была очень... Такая попсовая гоночная тачка. Неплохая. S2. S2. Нет, не А. Нет, чуваки, ну я должен буду отсюда вылететь. Черт, вы специально, что ли? Ну какой нахуй... А, у меня нету тачки А-класса. Блядь. Ладно, ребята, уходим на паузу, пока не найдем чемпионат S2 или S1. Итак, друзья, в общем-то, вот тут вот я ждал сейчас зашел какой чемпионат. Тут у них S2. И, собственно, они вот заканчивают сейчас свой заезд. А тут пока что дрифтил, как вы видите, дофигища на Акуре. И понимаю, что она охуенно управляется. И она охуенная вообще по всему. По всему, черт возьми. Итак, друзья, как я уже сказал, задача моя всех именно нагибать. Но так как мы пока что едем к заезду... Эти деревья не ошибаются, вы серьезно? Ну окей, ладно. Пока что мы едем к заезду. Ну у них уже, так бы, в чемпионате я уже не конкурент им. Поэтому мы сейчас, друзья, просто-напросто набиваем хотя бы лишние очечки какие-то. Чтобы... Чтобы... Что... Блядь, вот ты меня напугал-то, чел, а? Вот как сейчас... Зачем врезаться, господи? Че? Блин, она очень офигенно в управлении, друзья. Она такая предсказуемая. Она так легко управляется, так легко дрифтит. Мне прям очень она нравится. Я прям влюбился в эту тачку. Одна из лучших моих машин в Форде. Вообще офигенная. Ну посмотрим сейчас, что мы сможем вообще сделать и показать на ней. Именно конкретно не читеря там, не дрифтя. А конкретно мы будем пытаться выиграть. Так, ну окей, давайте. Вот такой вот дрифток. Хотя бы чуть-чуть очков. Ну чуть-чуть, чуть-чуть. Так, что у нас по соперникам? Простите, можно узнать хотя бы? Или какой этап чемпионата? Чтобы вообще понимать, что к чему. Третий из четырех. Окей. Так, оно тут в принципе присоединилось. Большинство игроков тут один. Он 36 тысяч. Он сам с собой что ли катался? Авинтадор, Корветт, 918-й Порш, КРР, GT, Венена, Регера, Яна NSX, Зонда Air, AMG GT, Ариэль Атом, Урус и F12. Ну так, в принципе, ничего удивительного. Ну, единственный чувак на AMG GT, интересно, он и на Корвете. Они хотя бы полный привод сделали себе. По рейтингу есть 998. У меня 975. Посмотрим, решает ли это что-то. Я думаю, что всяко, конечно, там тот же Урус, F12, возможно, Авинтадор должен быстрее быть по скорости, хотя... Ну, посмотрим. Не все же решает скорость, друзья. Тут именно надо... Попробуем прям максимально... Ну, опять же, неизвестно, насколько они там адекватны, неадекватны, да, будут ли толкаться и так далее. Но мы сделаем все возможное, чтобы выиграть честным способом конкретно в гонке. Посмотрим. Значит, левел я не посмотрел, какие у них там. Так, Ага, Реоля там, в принципе, такой маневренный сукин сын должен быть. Такс, я стартую не первый. По левелу я не последний. Есть 14 из 12, есть 34, 17, 16, ну, 42, но есть и 494. Посмотрим, ладно, окей, поехали, все. Фух. Пожелаем мне удачи. Что по повреждениям у нас, прозрачно или нет? Непрозрачно. Так, мы на третьем месте. Все, тихо, тихо, сосредоточились. Скорости бешеные. Скорости бешеные, но нас это не должно волновать. Ух ты, чувак, 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 чувак. Чувак, это, конечно, красиво, но... Не знаю, эффективно ли это для нас. Первый Ариатом. Второй едет Carrera GT, мой соперник. Так, пускай толкаются. Лужи, блядь, это, конечно, хуёво. Это вообще не для нас. Машина немножко теряет управление на этом. Ладно, тихо, тихо, тихо. Чувак там бочком еще пытается ехать. Так, 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 тихо, второе место мое. Carrera GT прям, знаете, как будто это ее стихия, черт возьми. Бездорожье. Он улетел. Я взял чекпоинт? Я взял чекпоинт. Я первый. Второй. Ладно, похуй, тихо, тихо, тихо. Ох ты, блядь, как же их на кочке носят. Это релятом, блядь, читерская тачка. О, улетел. Ой-ой-ой, блядь, тихо. Все не так плохо. Вот, лично. Отлично, король гонок здесь. Не толкайся. Не толкайся, сука. Ну вот, из-за тебя, малыш. Хотя я его сейчас тоже столкну немножко. Да не толкайся ты, блядь, я тебя не толкаю. Ну, что ты делаешь, ебаный в рот. Пиздец. Блядь. Ладно. Да, вот, конечно, чтобы проверить скилл, надо ездить в прозрачных, блядь, гонках. А не в таких. Ну, ладно. Будь что будет, я не знаю, кто первый. А, сука, меня столкнул, сам уехал, да, на каррера GT на своей. Ладно. А, он уебался, блядь. Так, тебе и надо. До свидания. А, все, вот. Сам себя наказал, малыш. Так что, друзья, вот так вот. Изи гонщик, какого там я левела 40-го пока что. Ебем всяких. Блядь, что за гонка лютая, нахуй, по полям, по каким-то лугам. Ариэля там, видимо, не так уж и плохо, раз неспроста он едет. А, это каррера GT. Блядь, какой ебанутый чел на каррере GT. Вообще, я не понимаю его. Что он пытался сделать? Мы вот адекватно едем. Никому не мешаем, никого не толкаем. Адекватная гонка. Блядь, какая же акура охуенная, акура. Тихо. Блядство. Че по землению-то? Ну нахуй такая хуйня. Меня подставила Форза, блядь. Меня чисто Форза подставила. Блядь. Ладно, ладно. Чувак, ты там не это. Не, 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 не расслабляйся. Потому что ты видел, как я тебе на жопу давил, дышал. Может он сейчас еще куда-нибудь улетит? А вот он улетел куда-то. Так, может быть у нас еще есть шанс? Ну, может быть и нет. Ух ты ебать, это кто у нас? Здрасте. Если бы была гонка адекватная по дороге, блядь, то возможно все было бы... Вон деревья улетел. Так. Все, финиш, да? Почти финиш. Ну вряд ли. Вряд ли. Затем мы выиграем. Он там ебошит, блядь, во все, все. Да, мы вторые. Ну ладно, это было потно. Ну сука, он меня сталкивал. Ганден. Ганден, просто вот ганден. Я его просто так хочу назвать. Фух. 494 левел. За нами 616. Атом где? Что? Ариэль Атом вышел? Что-то чувак психанул. Он на 11 место вышел. Ну ладно. Фух. Да. Вот так вот. Вот так вот. Учитывая, что у него 991. Наверное, каррежетит у него всякое заряжение. Но чел, конечно, немножко неправильно себя вел. Не знаю, зачем он меня толкал. Но ладно. Я не буду дуться и обижаться. Я просто буду пытаться ехать адекватно. И правильно. Но гонка пиздец, блядь. Не для Аквары. Если бы сейчас был асфальт. Сейчас по заднему ходу. Ладно. Так. Второе место. Окей. Еще неплохо. Сложности. Помощь. Ага. Награды. Второе место. Чистая езда. Текст. Ну если сейчас был чемпионат, было бы интересно. Потому что он-то, наверное, много очков похилил за счет того, что... Вот АМГ-Джетиви читерил, как я, собственно, это делал. Когда... Ну помните ту серию? Когда я просто выиграл всех. Ехал последний и дрифтил собирал. Ну это как бы все знают уже, наверное, про этот прикол. Можно так. Но мы сегодня именно чисто гоняем. Так. Вот сейчас, например, у нас есть возможность... Блин, какая она лютая. Она очень крутая, ребят. Пожалуйста, всем советую попробовать Акуру. В этой игре. Воу. Воу. А где мои очки? Почему они не копятся? Их должно быть много. Пожалуйста, натолкайся. Ух ты ебать. Я тут бешеный на Каррера. А я не собираюсь ехать в первые заезды. Я собираюсь просто набрать очков. Так-то, ну ладно. Ой! Пизда. Жалко. Космическая F12 Берлинета. Ладно, хотя бы надрифтим. Надрифтим уже немножечко. Потому что нам они хоть помогут. Может быть тот же АМГ-ДТ. Сейчас меня кто-то, небось, специально хочет ударить. Нет? О, смотрите, на Корвете тоже чел там выебывается. Так. Отлично. Еблан! Ну вот меня бесит. Ну зачем это делать? Ну вот сам выебался. Хотя, видимо, тоже не надрифтил уже очков. Сейчас опять кто-нибудь врежется, да? Сильвия дрифтова вообще. Вот, походу, чел как раз собирается читерить в гонках. Так, ну мы хотя бы, я не знаю. Мы, конечно, уже ничего не надрифтим. Но более-менее. Блин, какая она офигенная в управлении, ребята. Смотрите, какие кизыволы можно просто рассчитывать, делать. Че куда-то на АМГ-ДТ вообще уеборил. Вот только сейчас дошло до него, что гонка тут. Ну ладно. Так, хорошо. Хорошо. Не набрали мы, конечно, много, но ладно. Начинается заезд сетевого. Ага. АМГ-ДТ в таблице у меня... Ну. Нормально. Нормально. Мы хотя бы потом на этим. Мы начнем чемпионат. И поймем. Но по таблице ничего не решают. Меня интересует конкретно в этом... В этой... В этом случае гонки. То есть конкретно вот сейчас будет гонка. И именно какой я приду. Таблица хер с ней. Потому что мы все знаем, что все зависит от дрифта, от этих очков. Это похер. Именно вот по местам в гонках. Смогу ли я их ебать или нет? Настолько ли хороша Акура? Так. Блин, какая оптика у нее фантастическая просто на самом деле. Офигенная. Вообще тачка кайфовая. Не знаю. Мне в принципе она и в реале нравится. И здесь она охуенная просто. Конечно, я еще на многих не ездил здесь. Но то, что я сейчас просто чувствую. Так. Команда. О, этот пидорок против меня на Carrera GT. Я с F12. Порш. И наверное... Попробуем. Конечно, сейчас здесь все будут пиздец как толкаться. Но, друзья, напоминаю, что моя задача просто приехать первым. Пробуем. Так. Carrera GT. Блядь. Зонда заднеприводная. Ну что ж ты взял-то себе на гонку? Так. Вот этот малыш. Можно, конечно, его столкнуть. Я в принципе думаю, что смогу это сделать. Но надо ли мне это? Или я поступлю более мудрее? Опять эти прыжки ебучие. На колеса вставай. Ну, блядь. Ну что ж за форза-то такая? Ну что ж они не продумали эту хуйню, блядь? Почему приземления настолько бывают не... Ну, рандомными? То есть, понимаете, тут как бы от меня ничего не зависит. Как вот она прыгнула? Куда она захочет приземлиться? Как она захочет приземлиться? Одному богу известно. Так. Космическая F12. Да. У нас такие прям бездорожные, смотрю. Какие-то все гонки. Этот чел вообще фигарит на Carrera GT. Но он, правда, так же хорошо и улетает. Мы уже в этом убедились. Блядь, чувак, ты такой конченый. Зачем брать заднеприводную тачку? Его просто развернуло. Он... Ну, меня ебал. Мне кажется, вообще ловить нечего. Если ты не дрифтишь... Ну, зачем? Тут же все понятно. Тем более, тут такие гонки ебанутые в этой Форзе, что здесь вообще без полного привода никуда. Одни лужи! Что это вообще такое, блядь? Как вообще понимать это все? Его бы... Вот так, ладно. Мы не сдаемся, мы пробуем. Может быть, чел на Carrera там... А, вот он, в принципе, не так уж и далеко от нас. Ха-ха! Хе-хе! Ну как, далеко вообще, на самом деле, но... В целом... В целом... В целом все не так уж и плохо. Шансы есть, конечно. Тем более, он улетал часто. Сам по себе. О! Ну, видите, они еще все знают трассы. Че, чуваки пропустили? Молодец, красавчик. Хотя ты не из моей команды. О! Синяк, здорово, блядь. Че, не тянет по водичке, да, твоя Carrera-ка-то, блядь? Куда-то не туда улетел. А вот сейчас потянуло, да? Ну ладно. Я не буду его трогать. Я более умнее, мудрее. И нахуй мне это надо. Борьба эта, блядь, какая... Блядь! Я быстрее... Немножко по читерски более поступил. Так. Тихо-тихо. Тут еще... Ага, едь по водичке, едь по водичке. До свидания. Так. До свидания. До свидания. Ха-ха-ха-ха. Ай. Учись, малыш, учись. Что там? Если была прозрачная гонка, он бы и в прошлый соснул. Просто учись. Ну, на самом деле, не знаю, конечно. Вот реально то, что меня бесит, это то, что все толкаются. Особенно, знаете, вот эти люди, которые не умеют ездить, которые сейчас в конце где-то. Они все такие толкучки, блядь. Они мешают зачем-то. Ну, если ты не умеешь ездить, научи другие способы как-то. Ну, зачем? Ну, смысл вообще это вот это... Я... Посмотрите, вот просто... Я единственный приехал первый. Из своей команды. Вот. Это нормально? Да. Тяжело, друзья. Тяжело. Ну, ладно. Ну, и по итогам чемпионата нихуя не понятно. Сейчас, кстати, если будет вообще С1, будет вообще тема. Если будет голосование, победит С1. Если А-класс, то будет не очень хорошо. Ну, ладно. Так. И по общему чемпионату там нехуй ловить, конечно. Ну, в принципе, я ни на что не рассчитываю. Но, тем не менее, просто интересно. Я присоединился на третью гонку. Ну, хотя бы там, может быть, четвертое место такое. Илспин. О, вот этот холд, он прикольно выглядит. Давай, малыш. Выпади мне. Я заслужил. Ну, хотя бы 75. 150 тысяч. Хорошо. Так. Нет. Тут все плохо. АМГ-Джетима, посмотрите, да? То есть он приезжает последним, но он, сука, третий в позиции. Ну, чувак просто щетерит. Ну, в принципе, я ничего не имею против. Те, кто хотят, может быть, именно выиграть чемпионат, почему бы и нет? Потому что такое существует. Я это показывал в этой серии. Ну, не в этой, в смысле, в одной из серий. Я думаю, вы прекрасно помните. Только асфальт С1. Да. Вот это было бы интересно. Вот сейчас мы как раз гоночки две пройдем. Уже полностью чемпионат не будем. Но если будет пиздец какая борьба, то тогда... Да, но опять же, не факт, что сейчас чувак задний привод не возьмет и просто тупо по очкам всех не будет делать. Ну, просто интересно. Вот асфальт. И вообще как это что? Ух, друзья, неделька форзы. Оно такое дело. Я понимаю, что я записываю это все в воскресенье ночью. Я очень надеюсь, что эти серии все собирают по много лайков, потому что это прям мотивирует, друзья, невероятно. Не надо, Акласс. Не надо. Давайте по асфальту погоняем С1 прям то, что надо. Я понимаю, что у нас там построено... А что у нас там построено-то, блядь? РС-5 у нас там построено. Причем, Эвик, наверное, был бы пизже. Ну ладно, мы сегодня тестируем конкретно те тачки, которые мы сегодня построили. Раз уж решили, раз уж договорились, то, соответственно, и будем выполнять все наши правила. Блин. На самом деле, вот... Даже не знаю. Ну, вроде я, как бы, в принципе, неплохо... Ну, я считаю, да, что я гоняю неплохо. Вообще, в принципе, в гонках я всегда хорошо на джойстиках ездил. Вообще, напишите в комментариях, что вы думаете. Я, в принципе, ну, там, тоже не хочу лишний раз говорить, что, типа, пиздец, я там, блядь, типа, сам себя хвалю. Я вообще этого не люблю. Но, в принципе, вроде как... Ну, неплохо, да? Вроде как достаточно неплохо. Хотя, конечно, есть лучше меня те, кто гоняет. Я уверен, у нас 355%. Что там по гоночке? Давайте, мне надо собирать уже очки. Не, ну и разка пятая тоже прикольно едет. Слушайте, спасибо. Ну, окей, тогда мы щитерим. Первый, это гоночка. Мы подготовительный заезд. Приедем с опозданием. Небольшим. А именно подрифтим. Так, ладно, у нас уже комбо сорвалось. Мы сейчас тут надрифтим спокойненько. 6 километров. Спокойненько сейчас. Главное, чтобы в жопу никто потом не... Вот почему ты именно здесь решил поафы кашить, малыш? Объясни мне, пожалуйста, в чем подвох? Сейчас бы на РС-5 в 2К-17 бочком ходить. Так, ля-ля-ля, крах. Дрифт. Все как надо. Все как надо, друзья. Такс. Ой, дерево! Сука! Ну вот я-то просто, знаете, вот я не люблю такое, честно говоря, когда, знаете, ну, уже настроен на гонки, надо гонять. А я тут пытаюсь и гонять, блядь, и пердеть, и блевать, и очки срабатывать. Поэтому надо что-то одно выбирать, иначе ничего не получится. С двумя зайцами погонишься, ни один не... Блядь, пожалуйста, чел, не въебись меня. Сука, ну-ка, тебе повезло, блядь, мразь, тебе повезло. Специально же въехал, он знает всю эту хуйню. Вон, чувак. Я думал, тоже РС-5, а это его... Блядь. Куда вы смотрите все? Я не понимаю. Лучше, наверное, эти очки сохраню, пожалуй, себе. Хоть там комбо хуёвая. Но, тем не менее. О, щит. Такс. Мне кажется, надо уже, кстати, ускоряться, потому что... Совсем не приезжать тоже плохо. Надо успеть и приехать к финише, поэтому мы сейчас будем просто ускоряться и пытаться... Теть очки. О, чел, блядь, уебался и ушел, блядь, пельмени кушат. Так. Че по скорости? Не знаю, что она как-то вообще не едет, на самом деле. Может быть, это достаточно, не знаю. Так. Вот тут немножко кустиков. Тут немножко... Блядь, ну пожалуйста, сука, трафик прям. Вот могло хорошо зайти дрифт, но, блядь, как-то, сука, не зашло. Так, по кустикам можно тут ебануть. Я думаю, что это будет хорошо. Кенгуру там всякие, не кенгуру. Ландшафт. Вся эта еботня. О, тут тоже многие, наверное, очки сейчас подзаработают. Гоняя по этим полям. Так, только нам надо как-то... О, скорость. Отлично. Оп, оп, оп. Хорошо. Такс, такс. Отличное. Че-то там. Да, че-то там заебись нам написать. Так, нам надо ус... Придется хуячить. Придется хуячить. И главное, конечно, не закуячиться в дерево. Хотя, наверное, сейчас уже в данной ситуации лучше... А, не, мы успеваем. Вроде как. Но если я сейчас потеряю все эти очки, будет обидно. 16 секунд. Вроде успеваю. Вроде успеваю. Чел типа в дом въебался вообще. Понял. Или трафик? Тихо. 6 секунд. Ее, вообще идеально. Отлично. Вот сейчас, по идее, если, конечно, там не было какого-нибудь чувака, у которого не врезался никто и который сам не врезался никуда, наверное, все-таки меня кто-то опередил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Коварный булкин тут, ёпта. Нормально. И успели. И, блядь, подрифтили. Так, че там, значит, у нас вайпер. Вантаж. Вы че, серьезно? Я надеюсь, что у них не задний привод, блядь. Ну, а я напоминаю, что мы не читерим в гонке. Мы сейчас пытаемся просто наказать. Наказать конкретно по езде. Так. У-ху-ху. Интересно. Вот это вот мне нравится, да? Тоже понравилось это вот сравнение? Шериф, блядь, и красная пердюлька. Стартую я посередине. И, между прочим, на Холдене тот самый Дрифтинг Джоу, который не очень хорошо, не очень, не очень любит других соперников и пытается их столкнуть. Ну, давайте посмотрим на Холдене. Он че, сзади не приводный? Нет, вроде полный. Так, Раптор. Я надеюсь, он не будет толкаться. Вроде не толкается. Все, у нас асфальт. Это радует. Значит, теперь все зависит от того, лишь бы меня не столкнули. Так, этот чел, походу... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Идеально. Так, ну, у него Холден-то еборит неплохо. Но такой, знаете, он у него... Видно, что... Я понял. Он совершенно не соперник. Ездит он, конечно, отратно. Мы видели, как он улетал в деревья. И так далее. Скорее всего, нам тут просто будет очень легко. Бля, идеальная РС-ка. Просто РС-ка. Нахуя... Какие винтадоры, блядь? РС-5 на тюне, блядь. Просто еборит. Еборит, друзья. Я вот, знаете, что интересно? Был бы здесь какой-нибудь, типа, знаете, по рангам. Сортировка. Было бы вообще очень пиздато. То есть, если ты там... Ну, опять же, видите, я слабого уровня. Если бы тут было по рангам, я бы вообще сейчас всех наказывал, понятное дело. Ну, или... Не наказывал бы таких же, как и я. Просто вот сейчас со мной катается 500 левел, блядь. Он... Ну, чё он? Вот мы сейчас просто аккуратненько проходим. И то я, видите, как косячу. То есть, у меня не идеальная траектория совершенно. При этом я сейчас уверен, что там есть, естественно, читер, который себе очки фармит. Но нас это особо не интересует. Нас интересует... О-о-о-о! Вот он, король, блядь. Король Эрескин. Ух. Вот тут можно было бочком. Ну, ладно. Ну, знаете, такую идеальную траекторию. Вот тут можно, ладно. Немножко, немножко надо для полного азарта, друзья, чтобы... Вот тут уже можно бочком походить. Давайте попробуем. О-о-о! Идеально. Идеально. Вообще, чё-то не видать никого. Где там холдены-то ваши? Где там холдены? Мы потом, знаете, обязательно, когда я построю фановую тачку... А такое будет когда-нибудь. Мы с вами сделаем следующее. Мы на этой фановой тачке попробуем тоже поучаствовать в гонках. Должно получиться интересно. И ещё, вы знаете, в чём прикол? То, что люди, которых 500-ые левлы там, да? Они же все эти трассы знают. А я нихуя не знаю. То есть я гоняю в первую... Вот сейчас было опасно, кстати, я заболтался. Ты ещё болтать, брат? Ёбаный, брат. Потому что, реально, ну, считайте, всё равно, когда ты играешь долго в игру, ты все эти трассы всё равно проходишь. Их не так уж и много. Ну, их тут, я бы даже сказал, мало, наверное. Ну, как? Относительно. Если ты, тем более, сидишь в онлайне постоянно, всё равно тебе попадают трассы, которые ты ездил. Ну, и, соответственно, люди... Я думаю, что этот чел, который второй на холдене, я думаю, что он далеко не первый раз проходит. И по лучшему кругу даже мы можем сравнить, там, 49 и 53. Ну, может быть, он сейчас улучшит? Нет, он не улучшил. Три секунды, это раз, два, три. Разница, на самом деле, большая. И тачку тоже вы видели. Я выбрал рандомно, никакой там что-нибудь не настраивал, не щетерил, то есть, ну... Фух! И на Рапторе участвовать в гонке, я не знаю. Может быть, если только дрифтить, там, сшибать кусты, то да. Но по асфальтовой гонке на Рапторе... Не знаю, не знаю. Тут вообще не финишировал, блядь, что происходит. Да. Ну, неплохо. Неплохо. Так. И что у нас по очкам неинтересно? Может быть, он, чувак, на холда не понял, что он, как бы, меня уже не догонит, и решил там по очкам походить и рассчитывать чемпионат сейчас так взять? Сейчас посмотрим. Я, в принципе, тоже очков набрал хорошо за чистую езду. Вон, смотрите, сколько. Новый уровень. И... 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 Блядь, ну что ж ты... Мучаешь-то меня, старушка. Специально, да? То есть, как бы, окей, ладно, хорошо. Раптор так раптор. Знаете, я так вот записал ту серию, где я сказал, что, типа, если отчитеришь, дрифтишь, то все заебись. Но, на самом деле, если вы будете аккуратно проходить гонки все, отчитерить можно вот как раз-таки добираясь до заезда. Вот, например, вот сейчас можно попробовать сделать следующее. Вот они поедут сейчас все туда, а мы их делаем проще. Мы вот так выберем себе дорожечку другую, где будем срезать, рубить деревья, газон косить. А, тут, блядь, речка. Ну ладно, похуй. Так, сейчас, тихо. Дрифт. Оп. Так, сейчас, сейчас, мы все под контролем. Блядь, вот сейчас будет опасно. Фух, повезло. Я думал, этот... А, нет, этот не он. Я думал, это на Холдене. Блядь, сколько вас много, это жопу не въедь! Это было близко. Там матрешка была голубая. Вы видели Е36-ая? Охудеть можно. Не повезло просто-напросто. Так, все, вроде сзади никого нет. Мы сейчас немножечко очков заработаем. А что, никто нам не запрещает, пока мы едем до гонки, наслаждаться, так скажем, может быть, машиной. А почему бы нет? В общем, мы тут тренируемся пока что. Вот, а попутные очки как-то рубятся сами по себе. Не знаю, как так получается. Как-то так получается, вот. Так. Ага. Так, сзади чел. Чел, обгоняй меня. Обгоняй меня, я от тебя спрячусь все равно. Давай, давай, давай. Я лучше, блядь, пропущу. Блядь, он сейчас специально же еще въедет в меня. Что они там еще творят непонятное. Так, а у нас почти гонка-то уже. А что они еще, даже не доехали, тут уже осталось чуть-чуть. Так, ну мы уже всяко успеваем, поэтому можем расслабиться, аккуратненько. Вон так вот катаемся. Дрифтим, сбиваем все бочком, чтобы больше очков. Сейчас мы просто настолько вырвемся вперед. Даже вот за этот подготовительный, так скажем, заезд. Ну вот так вот. Ой, блядь, сзади чел. Надо спрятаться от него. Фух. Так, все, заебись. И сейчас, друзья, момент истины. Значит, было 20, сколько там, 4? Ну, короче, разница и так была огромная. Но сейчас, по идее, она должна увеличиться, потому что... Ну, 10 тысяч очков разницы между первым и вторым местом. Учитывая... Вот сейчас бы я, если бы зашел в эту гонку, я бы подумал, что... Ну, как бы это самое... Ну, наверное, чел, который на втором месте, он зашел на заезд раньше. Но мы ездим все вместе. И самое интересное, мне кажется, что тут вообще 1100 очков можно набрать опыта за все чемпионаты. Такого, конечно, не видел. Да, друзья, кстати, серия выходит длинная, поэтому... Прям сочная и длинная. Знаете, вот в Battlegrounds я нуб, но здесь, слава богу, я показываю скиллы. И от этого еще интереснее, мне кажется, Форзу смотреть. Так, и, собственно, что там, все приехали, нет? Алло. М3, матрешка против нас, короче. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Столкаться не будут, все должно быть заебись. Все должно быть путем. РС-5, просто РС-5. Просто на тюнинге, просто... И все. Нормально. Не прогадали с тачкой. Бля, вот на этом нахуя приезжать. Не, ну может быть, он сейчас будет сзади дрифтить. О, матрешка, бля, заебись. У нас прям так, на самом деле, прикольно даже со спойлером выглядит. Так. И снова я против нашего любимого Дрифтинг Джоу. И я еще стартует предпоследний. То есть мне нужно сейчас выбираться как-то... Матрешка первая, блядь. Она, наверное, заднеприводная по-любому. Ну, давайте, все, значит. Если кто-то меня столкнет, ну, что поделать. Так, вайпер точно заднеприводный. Холден... Не, офига себе, он у него ебашет. Матрешка его задержала. Так. Тихо, тихо, тихо. Немножко, ладно, подрифтим. Пускай они там рубятся между собой. Главное, чтобы никто не толкался. Так, матрешка пытается столкнуть нашего соперника. Меня тоже пытался столкнуть. Что-то он там этот... Блядь, ну что вы делаете? Ебаный врат. Ладно, главное не сдаваться. Едем как едем. Мы никого, главное, не толкаем. Мы это знаем. Мы едем честно. А что у них там на уме, это их уже проблема. Так. Вот вайпер тут выебывается передо мной. Кто-то исчез. По-моему, кстати, исчез Холден. А почему он исчез? Или это не он? Ладно, не буду отвлекаться. Так. Все, до свидания. Вайпер неповоротливый. РС-5. Так, все, теперь можно и на карту поглядывать. Потому что теперь надо пытаться их догнать. Я думаю, что это вполне на самом деле реально. Сейчас все сделаем возможное. Что в наших силах. Еще два круга впереди. Во-первых, они могут ошибиться. Во-вторых. Так, это инфинити впереди. Кстати, я его хотел взять. Помните? Когда мы делали тачку С1 класса. Так. Кстати говоря, я сказал, нахуя приезжать на этом чарджере. И чарджер едет первый. Так что чувак красавчик. Знает свое дело. Да, тут уже посерьезнее. По крайней мере, ну, в втором месте мы видим, как чарджер едет. А вот на первом. Так, мы просто его изи сейчас обгоняем. А вот на первом, походу, красавчик еще капитальный. Потому что мы его догнать не можем. Либо у него что-то с тачкой, либо он вообще красавчик едет. Скорее всего, кстати, он едет красиво. То есть он там, по-моему, и дрифтит. Трасса такая, своеобразная на самом деле. Так, ладно, 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 ладно. Просто едем, как можем. В принципе, вполне себе я бы шкал почти по идеальной траектории. Все проходим. Можно, конечно, и лучше. Этот поворот, странно, тут он все равно притормаживает. Не, смотрите, вообще просто. Он у него какой-то лютый, я не знаю. Он вообще нигде не ошибается. Идеально все проходит. Не, он не в дрифте едет, кстати. Чуть-чуть. Чуть-чуть в дрифте, но у него какая-то вообще прям... На выходе он прям как ускоряется. Хотя нет, догоняем. Догоняем, друзья, догоняем. Отрыв был огромный, вы видели, да? Сейчас начинаем догонять. Может быть, он начал давление это психологическое испытывать и... Не, он прям вообще какой-то дикий, реально. Так, мы его толкать не будем. Не знаю, как он там собирается против меня бороться. Ой, ой, плохо, ой, плохо. Вот психологическое давление не он словил, а я словил. Нет, не получилось нам его обогнать. Красавчик, чувак. Вот с такими интересно гоняться. Еще интересно, что он с тачкой сделал. Вот вообще, респект на самом деле. Вот такие гонки я люблю. Вот такие гонки я люблю. 585-й левел себя оправдывает, пацан. Вот дрифтинг Джо. А, он вообще куда-то вылетел. Вот он непонятно. Он вроде неплохо едет, потом что-то кого-то таранил, потом вроде... А, нет, все-таки он вышел. Вот с такими интересно. Вот тут уже даже как бы и не хочется ничего говорить. Хочется прям ебошить и сосредоточиться. Прям вообще красавец. И тачку построил своеобразную. Причем, которая едет очень круто. Вообще красавец, реально. Так что, ребят, ну что, такая серия получилась. Посмотрим, что там. А, ну хотя сейчас смотреть по итогу. Он же присоединился, только-только вам всякое там... Будет не первый по итогу чемпионата. Даже если я буду второй там приезжать, мне кажется, он меня уже не догонит. Фух, ребят. Прям вообще. Прям вообще борьба. Все, обязательно ставьте лайк, если вам понравилась серия. Пишите в комментариях, как вы оцениваете свою езду в Форзе Horizon 3 по пятибалльной шкале. Как вы считаете, что вы, например, ну, справляетесь там с управлением. Насколько хорошо вы выводите именно в Форзе Horizon 3. Я обязательно прочту ваши комментарии. Прям честно напишите, не стесняйтесь там. О-о-о-о-о. Нифига себе. Нифига. Нормально. Вот, ребят, честно напишите, а что стесняться. Ну, понятное дело, я знаю прекрасно, что многие ездят хорошо. Многие ездят, скорее всего, лучше меня. Я уверен в этом, что есть, естественно, и такие. Кто-то, ну, скорее всего, не очень хорошо. Напишите, я почитаю. Не забывайте подписываться на канал. Друзья, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ну, и, в принципе, учитывая даже, что я первый, я выйду. Я что-то сейчас 4 или 3 серии подряд записал. Прям пойду спатеньки. А то сейчас сколько времени-то? 4.42. Ну, друзья, а неделя Форзы будет продолжаться. Все, пока-пока.